В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В Видном прошел автомобильный флешмоб «Своих не бросаем». «Своих не бросаем! Мы за Россию!» Ежедневно дневной стационар в Видновской взрослой поликлинике принимает более 40 пациентов. Кровати очень удобные, функциональные. Здесь вот палата большая. В историко-культурном центре открылась выставка художника Сергея Симонова. Вот сидишь с человеком, разговариваешь. Вдруг он как-то повернулся необычно. Или как-то посмотрел, или свет как-то лег. И ты сразу видишь образ. Вслед за всей страной жители Ленинского округа приняли участие во флешмобе «Своих не бросаем!». Масштабные автоколонны проехали по городу Видное в поддержку президента и специальные операции в Луганской и Донецкой народных республиках. Подобные акции прошли по всему Подмосковью. С каким настроением двигались автолюбители, узнаем у нашего корреспондента Юлии Погасьян. «Своих не бросаем! Мы за Россию!» За мир, за справедливость, за правду. Буква «З» стала символом специальной военной операции в Луганской и Донецкой народных республиках. О начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Говорят, что это началось вот несколько дней назад. На самом деле это произошло уже 8 лет назад. И на это никто не обращал внимания. Сейчас переворачивается история в русло, которое интересно западным странам, в частности Америки. И фактически там происходят события, которые для того, чтобы прекратить, Россия останавливает войну. Пока российские военнослужащие сражаются с проявлением фашизма, здесь, на родине, россияне всячески поддерживают солдаты и благодарят за крепость духа. Так на днях стартовала всероссийская акция «Своих не бросаем». Местное отделение партии, как обычно, не осталось в стороне. Мы являемся организатором данного мероприятия. Не зря мы называемся «Единая Россия». Наша сила в единстве. Мы поддерживаем нашего президента, его направление. Сегодня мы здесь, как и многие муниципалитеты Московской области, решили организовать автофлэш-моб. Поехали! Во флэш-мобе приняло участие порядка 30 автомобилей и больше сотни человек. Это представители администрации Ленинского округа, общественники, депутаты, просто неравнодушные к судьбе своей страны жители. Наши люди неравнодушные. Они хотят мир, они хотят, чтобы все жили счастливо, и чтобы это прекрасное солнце светило у всех над головами. И не только у нас, а на Украине тоже. Мы замерзли во всем мире, все у нас будет хорошо. Видно, сегодня шумно. Это автопробег, поддержку решения всей страны и президента Российской Федерации. Многие видновчане более 30 машин выехали на улицы города, чтобы сказать «своих не бросаем». Жители Донбасса страдали 8 лет от геноцида, поэтому считаю гражданским долгом любого россиянина поддержать своих, показать о том, что мы едины, показать о том, что мы рады, о том, что все-таки это воссоединение и независимость их поддержали. Люди поддерживают, поддерживают нашу акцию, поддерживают нашего президента в этой сложной ситуации. Но мы все стремимся к миру. Мы за мир, друзья, мы за мир. Проехав через старую часть города Видное, автофлэшмоб финишировал там же, откуда и стартовал на стадионе «Металлург». Это очередная акция в поддержку наших бойцов, в поддержку решения президента. Мы одна страна, один народ. Конечно, мы будем помогать братьям украинцев. Мы должны по-любому победить нацизм. За последние дни это не первая акция в поддержку мира и свободы. До этого в Ленинском городском округе уже прошел масштабный флэшмоб, когда на площади у кинотеатра «Искра» десятки людей растянули 50-метровый флаг России и выстроились в букву «З». За Россию! За Россию! За Россию! Юлия Погасян, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Очередную партию гуманитарной помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик доставили представителей предприятия «Газпром» в «Нейгаз», которое располагается на территории Ленинского округа. Необходимые людям товары сразу отправили в областной пункт распределения, откуда их получат нуждающиеся. О том, что находится в многочисленных коробках и почему крупная компания не осталась равнодушной, узнаем у Юлии Погасян. За две недели работы пункта сбора гуманитарной помощи при общественной палате силами неравнодушных людей удалось собрать свыше полутора тысяч килограммов товаров, необходимых беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Это одежда, бытовая техника, детское питание, средства индивидуальной защиты и гигиены. Дело пошло и очень активно. Идут просто люди, которые хотят помочь, идут организации, идут предприниматели. Просто нескончаемым потоком люди идут, звонки постоянно идут, люди предлагают свою помощь и они хотят быть теми, кто неравнодушен. Недавно к утвержденному Московской областью списку разрешенных товаров прибавились продукты питания. Важный момент – исключительно с длительным сроком годности. Это, конечно, радует, потому что многие жители приносили продукты, а мы ими делились с обществами различными нашими, которые нуждаются в помощи. Значит, хочу обратить внимание, что сейчас сбор идет не только на базе общественной палаты, но у нас есть в центре видного это помещение «Единая Россия». Можно туда принести кому ближе, особенно старый город. Также у нас присоединились тироделы. Очень популярна сейчас доставка. Молодые продвинутые жители, они пользуются доставкой. Очень удобно. На днях крупную партию необходимых товаров в пункт сбора гуманитарной помощи доставили представители «Газпром» в НИИГАЗ. Организация находится на территории Ленинского городского округа и всегда активно присоединяется к различным благотворительным акциям. Когда они узнали, что помощь нужна жителям Луганска и Донецка, они собрали гуманитарную помощь и привезли очень много термоподы, электрочайники, средства личной гигиены. И я хочу сказать большое спасибо. Пункт сбора гуманитарной помощи при общественной палате муниципалитета работает ежедневно. С понедельника по субботу с 10 до 20 часов, в воскресенье с 11 до 16. Находится он по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 23, корпус 3, помещение 128. Юлия Погайсян, Александр Лугинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Более 15 лет в Видновской взрослой поликлинике существует дневной стационар. Ежедневно помощь здесь получают свыше 40 человек. После ремонта, который прошел в прошлом году, возможности стационара значительно увеличились. И пациенты могут получить необходимое лечение в более комфортных условиях. Подробности у Максима Козлова. Вот мы с вами сейчас идем по коридору в палату дневного стационара, где сейчас проходит лечение пациента. Отделение дневного стационара существует на базе взрослой поликлиники ВРКБ давно. Но после реконструкции здания палаты, процедурные и кабинеты врачей выделены в отдельный блок. Кровати очень удобные, функциональные. Здесь вот палата большая. У нас такой палаты никогда, конечно, не было. А там процедурный кабинет. О том, что работать в обновленном отделении стало куда удобнее, говорят и медицинские сестры, те, кто непосредственно общается с пациентами. Мне очень нравится и кабинет свой такой. Ну, очень хороший. Мне нравится. Все. И процедурный, а оснащенный, не как раньше был, конечно. В дневной стационар пациента направляет лечащий врач. Список недугов, с которыми здесь помогают справляться, довольно внушительный. Пациенты здесь разными профилями лечатся. Диабетом сахарным, сосудистыми заболеваниями головного мозга, желудочно-кишечного тракта заболевания, остеохондроза, болезни почек и анемии. Это вот основные профили, которые здесь попадаются. Пациенты довольны и отношением врачей, и их профессионализмом. Я третий год, промежуток был, вот в прошлый год не работали. Обслуга на высшем уровне, по крайней мере, в этом кабинете. Очень добрая женщина и внимательная, и грамотная моя. Главные боли постоянно после процедур всех. Я потом несколько месяцев чувствую себя хорошо. Во взрослой поликлинике на заводской всего 5 неврологических и 15 терапевтических койко-мест. Но с учетом других подразделений ВРКБ их значительно больше. Еще у нас есть на строительной 17, также на 15 койко-мест. И на вокзальной 8, в офисах, в Растрогоево, там тоже 12 койко-мест. Поэтому всего у нас 42 койко-места терапевтического профиля. И 5 неврологического, 47 койко-мест. Сюда закупаются самые современные эффективные препараты, которые помогают при лечении большого спектра болезней. За более чем 15 лет существования дневного стационара помощь здесь получили тысячи видновчан. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Лошади сильные, добрые и верные. И в отличие от многих людей, не меняют свое отношение к обретенному другу. Об этом не понаслышке знает героиня нашего следующего сюжета. Волонтер и руководитель конной базы «Казачий дозор» Анастасия Кутузова не только заботится об этих животных, но иногда спасает их и дарит новую жизнь. Рабочий день руководителя конной базы «Казачий дозор» Анастасии Кутузовой начинается с обхода своих четвероногих подопечных. А их здесь немало. В конюшне содержится порядка 50 лошадей. Мой день – это день сурка. Все 9 лет начинается. С утра мы приезжаем. Это первая чашка кофе. Ну, а потом все как по накатанной. Покормить мелких животных, кошки, собаки. Пойти сделать осмотр какой-то определенный по местности, по лошадям. Сделать осмотр по конюшне, где что не работает, где что сломалось, где что починить. Анастасия родом из Краснодарского края. Ее детство прошло в станице Константиновской. Именно там она увлеклась лошадьми. Ей нравилось не только кататься, но и ухаживать за животными. В 16 лет девушка переехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Но после окончания института Анастасия всего лишь несколько лет трудилась по специальности. И когда появилась возможность работать на конной базе, она окончательно определилась, что это ее призвание. В конюшню я попала тоже совершенно случайно. Услышала про казачество, сердце трепихнулось. И, собственно говоря, я сюда пришла. И вот уже день. А в качестве кого вы сюда пришли? Изначально я пришла сюда ухаживать за лошадками, кататься, ухаживать, кормить. Просто получать удовольствие от этого все. Потому что я с детства люблю лошадей. Вот уже 9 лет Анастасия Кутузова руководит конной базой в деревне Горки. Это были незабываемые дни, незабываемые моменты, когда ты в окружении большого количества лошадей. И в какой-то момент ты не понимаешь, что с ними делать, потому что их много. Да, их не было все детство, а тут их много. Но, вы знаете, взяла волю в кулак, не побоялась, не сдалась. И начала обучаться все онлайн-курсы всевозможные, которые можно было посещать. В казачьем дозоре обучаются верховой езде и устраивают соревнования. Стоит отметить, что на конной базе содержат несколько лошадей ахалтыкинской породы, которые постоянно принимают участие в выставках. Здесь устраиваем часто соревнования. Вот в этом году мы хотим прямо на поток поставить, на регулярность. Выезжаем, вывозим своих детей, своих учеников, вывозим в другие КСК заниматься. Занимаем первые места, и вторые, и третьи. Бывает, и ничего не занимаем. Но сам факт, что мы уже двигаемся вперед. Еще одна неотъемлемая часть жизни Анастасии Кутузовой – это волонтерство. Вместе со своими единомышленниками она помогла спасти сбойни и подарить новую жизнь и новый дом нескольким лошадям. Теперь я свой какой-то опыт, который я могу передать своим волонтерам, девочкам молодым, которые у нас работают, к нам приходят, с нами занимаются, и мы передаем свой опыт с поколения в поколение. Также своим детям, которые у меня уже есть, мальчика, девочка, я тоже прививаю то же самое. И дочка уже у меня в маленьком возрасте, в четыре года ездит на соревнования. В конце февраля на конюшню была доставлена кобыла породы русская верховая по кличке Шанель. Лошадь была в запущенном состоянии. Лошадь привели в чувство, привели более-менее в порядок. Сейчас на реабилитации кушает, восстанавливается лечебными кормами, препаратами, ежедневными обработками, длительным выгулом, постоянным сеном. То есть все, что необходимо сейчас для лошади, мы делаем. И таких случаев спасения животных из неблагоприятных условий на конной базе много. Пока лошади восстанавливаются, Анастасия и ее друзья по возможности подыскивают им кураторов, которые в дальнейшем возьмут заботу о них на себя. Я надеюсь, что всю жизнь я проживу с лошадьми, всю жизнь я буду им помогать и всю жизнь буду радоваться, так сказать, этому делу. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Времена года выставка с таким названием открылась в историко-культурном центре, где художник Сергей Симонов представил вниманию публике более 50 своих картин. Для автора это первая персональная экспозиция, путь которой, по его словам, занял долгое время. Это наш Измайловский парк. Измайловский парк. И это пруд, вот Измайловский, один из прудов. Увидеться с прекрасным, насладиться природой средней полосы России, полюбоваться московскими двориками. Целую гамму чувств можно испытать, побывав на открывшейся в историко-культурном центре выставке художника Сергея Симонова и его учеников. Поздравить автора пришли друзья, коллеги, почитатели его творчества. Это очень теплая выставка. Я не могу сказать, что здесь буйство красок, но, наверное, в этом спокойствии и есть чуточка нашей России. Из многочисленных направлений в изобразительном искусстве Сергей Симонов выбрал реализм, который позволяет создать эффект присутствия и точнее донести мысль художника до зрителя. А замысел каждой картины, по словам автора, рождается в одно мгновение. Вот сидишь с человеком, разговариваешь. Вдруг он как-то повернулся необычно, да, или как-то посмотрел, или свет как-то лег, и ты сразу видишь образ. К своей персональной выставке Сергей Симонов шел долгое время. Участник экспозиции в Союзе художников Москвы и в Манеже. Видное, он привез более 50 своих работ. Нежные лирические пейзажи, столичные улицы, пасторальные картинки, запоминающиеся портреты, где лица словно живые. Это же искусство, это же чудо. Для меня вообще, кто рисует, это вообще какой-то оттуда. Из космоса человек. В связи сейчас с мировыми вот этими событиями, здесь как будто уголок какой-то тишины, уюта. То есть среди вот этих работ, такое умиротворение, успокоение такое. То есть, как бы я вот прям получила заряд, который необходим сейчас. Среди посетителей были и юные художники. Арина Лебедева, которая уже год учится на отделении изобразительного искусства, в Винновской Дыши, задала художнику немало вопросов. Сергея Сергеевича, раскроете секреты свои мне, как начинающему художнику? Ну, секрет может быть один. Который я всем говорю студентам, своим, невозвестимым от их возраста. Теория должна идти впереди практики. Вот прежде чем взяться за кисть, надо сначала знать характеристики цвета. В ближайших планах Сергея Симонова провести мастер-класс для воспитанников детской школы искусств. Сама же выставка открыта до 27 марта. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Во дворце спорта прошел третий открытый областной турнир по русским шашкам «Видновский дебют». На мероприятие приехали как совсем еще юные шашисты, так и опытные игроки со всего Подмосковья. Ты еще хотела красиво проиграть. Я не хотела проиграть. Химки, Щелково, Ступино, Электросталь, Подольск, Видное. Всего более 50 лучших шашистов из 9 городов Подмосковья съехались на областной турнир по русским шашкам «Видновский дебют». Мероприятие проводится в муниципалитете уже в третий раз. Первый стол – Баранчикова, Реутов. Игроки поделены на три возрастные группы. Самому опытному – под 90, а самой маленькой участнице – Видновчанке Варваре Зуевой всего пять лет. Мне нравится играть в турнирах по шашкам. А ты чаще побеждаешь на турнирах? Ну, иногда-то да, иногда-то нет. Шашистам предстояло показать хорошие результаты во всех семи турах. Соревнование проводилось по швейцарской системе, когда друг с другом играют соперники, у которых одинаковое количество очков. Если ты выигрываешь, то ты поднимаешься в турнирной таблице, а если проигрываешь, то опускаешься к более слабым. И чем выше ты поднимаешься, тем тебе тяжелее и тяжелее. На этом построена система бухгольца. То есть, когда одинаковое количество очков, складываются очки твоих соперников. Шашечный клуб существует в Витнам с 1994 года. За это время организации удалось воспитать множество первоклассных игроков. Сейчас очень сильный участник – это Ира Баранчикова, которой 11 лет. Она привезла нам серебряную медаль с последнего первенства в Московской области среди юниоров. Достойное выступление. Ну и мы стараемся, мы только развиваем детей. Почему мы учим их играть и в шашки, и в шахматы? Потому что и шашки, и шахматы дают возможность думать со стороны. Сейчас шашечный клуб особое внимание уделяет привлечению детей и молодежи в свои ряды. И судя по участникам этого турнира, с задачей он прекрасно справляется. Сейчас очень много ребят пришло играть в шашки маленьких. Я надеюсь, что в ближайшее время и наши юные шашисты будут занимать первые призовые места в областных, по крайней мере, соревнованиях. Я когда первый раз сходила на турниры, мне очень понравилось. И я решила заниматься шашками. Что тебе понравилось в такой игре? Ну, она была очень интересная. Там нужно было думать. Это очень хорошо развивало логику. У меня было много турниров до этого. И таких же, как этот, у меня было много. Ну и как успехи? Довольно хорошо. За два года второй взрослый. Победители турнира были награждены кубками и медалями. И отдельно отметили самых юных участников. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно-Этв. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»